Надо отдать должное, что в те времена самолеты летали очень редко и в основном все рейсы были через Алма-Ату. То есть, если тебе, например, надо было попасть из Павлодара, скажем, как читав, надо было либо ехать на машине, либо надо было лететь в Алма-Ату и ждать там следующего дня, когда полетит рейс из Алматы. Да, бывало так, что у нас, допустим, три дня подряд три концерта в разных городах. Вот это проблема. Я знаю, что сейчас правительство субсидирует вот такие рейсы. Вот я на днях видел статью о том, что именно за счет правительства поддерживаются рейсы между городами. Ну и, в общем, у нас был такой случай, что у нас был один день концерт в Алма-Ате, завтра концерт в Павлодаре, а послезавтра в Октаву. Причем стыковки никакие не получались. В общем, нам пришлось выступить в Алма-Ате сегодня, утром вылететь в Семипалатинске, это ближайший город Павлодару, куда самолет летел. Вот. Из Семипалатинска взять такси, а там 350 километров, по-моему. Ужасной дороги. Дороги фактически тогда не было, не знаю, как сейчас. Надеюсь, уже это, да. По-моему, пару машин умерло по дороге, да? Да. Первая машина умерла по дороге. Да. Мы взяли, причем у нас концерт был не в Павлодаре, в Экибастузе. Да, стадион, по-моему, да? Да, в Экибастузе. И мы долетели до Семипалатинска, сели на машину. И я помню, что мы ехали по этой дороге, но скорость машины была 30-40 километров в час максимум. То есть был риск еще и опоздать. Да, то есть мы везде, мы приехали, прилетели утром, а концерт восемь, и у нас шесть часов вечера, а у нас, я помню, что уже трубы Павлодарских заводов с дымом появились на горизонте, и таксист накатом так едет, остановится и говорит, все, ребята, машина дальше не поедет. Я извиняюсь, я вас обещал привезти, забрать обратно, но вот здесь я вас, на этом моменте я вас покидаю. Делайте, что хотите. У него что-то там радиатор потек, в общем, мы как-то на перекладных кое-как успели, в общем, на этот концерт. После концерта вызвали просто такси по телефону, я помню, тогда это был автомобиль Волга, ГАЗ-24, и зарядили, потому что обратный рейс у нас был из Семипалатинска, опять из Семипалатинска, поэтому нам надо было, а рейс был в шесть утра, и нужно было за ночь доехать до Семипалатинска. Я помню, что мы, как мы ехали, каждые полчаса водитель останавливался, выходил из машины, Волга была и эти железные диски, он брал кувалду и со всей дурью бил, чтобы выправить диск, потому что они после получаса езды по таким дорогам превращались в квадратные, он на ходу сразу выправлял. Ну, в общем, мы успели в аэропорт, и такой случай, я помню, из Семипалатинска летал Як-40, и не было никаких посадочных талонов, ничего, просто вот так открывали двери в аэропорту, и кто первый добежал до самолета, короче, тот и садился. Я помню, мы с Айдосом бежим, забегаем первый в Як-40, а там самое козырьное место, это первый ряд слева, потому что там очень узкие ряды, вытянуть ноги, и мы с Айдосом счастливые сели на эти два места, и такие между собой перегнулись, бизнес-класс, да. Но через две минуты было большое разочарование, потому что пришел бортпроводник, перед нами поставил табуретку и посадил огромного дядька. Вот такие в 90-е годы были самые перелеты и гастрольные. Ну, в общем, мы везде успели, вот такая история у нас была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова